Всем привет! Пока в РФ отлавливают и штрафуют пенсионеров за нарушение самоизоляции, а в Минске подсчитывают число любителей горячительных напитков, за океаном обожаемая мигрантами Америка решила раздать еще 128 миллионов долларов 120 странам мира, пострадавшим от вируса COVID-19, тем самым продолжая удерживать низкий уровень инфляции в своей стране. Президент США требует от американцев скорейшего выздоровления и выхода на работу. Цитирует Дональд Трамп. «Будут ли затронуты некоторые люди?» «Да». «Пострадают ли некоторые люди?» «Да», — сказал Трамп. «Но мы должны открыть нашу страну, и мы должны открыть ее скоро». Президент Беларуси фигура неоднозначная. Мой пост о действиях власти этой страны вызвал жаркие споры в нашей группе Instagram, особенно среди подписчиков из РБ, которых насчитывается более 25 тысяч человек. Заявляет, что число умерших от коронавируса в пять раз меньше, чем от алкоголя. В Беларуси, где число инфицированных новым коронавирусом составляет 15 828 человек, карантин не введен. Вопреки предостережениям Всемирной организации здравоохранения, с 20 апреля в республике возобновились занятия в школах. 25 апреля прошел «Обчереспубликанский субботник». Идет подготовка к параду в честь Дня Победы. В этих условиях в республике начал действовать народный карантин. Многие беларусы по возможности добровольно сводят к минимуму социальные контакты и выбирают режим самоизоляции. А что вы думаете об этом? Кстати, если вы еще не подписаны в нашу группу Instagram, где насчитывается более 260 тысяч подписчиков, скорее сделайте это по ссылке в описании данного видео. Обещаем много интересного! Всем удачи в эмиграции!